не было ни чиха, ни кашля, но что самое интересное, ребят, я вообще в этой больнице первый раз была с тех времен, как, наверное, мне родили, потому что я так в осознанном возрасте не помню, что бы в этой больнице вообще бывало. Хотя после рождения мы там много времени провели, наш папа сказал, что у нас было очень много заболеваний детских, ну, разных. Привет! Это сын Сабины Пантус. В сторис, посмотрите, я ее отметила, это один из спикеров у нас в клубе, телеведущая на Первом канале на самом деле. Вот, я забрала парня с собой, да, Сабины сын, парня с собой, потому что лето, границы закрыты, а здесь море, солнце и все дела. Ну, слава Богу, все обошлось, все у него хорошо, со здоровьем. Мы по всей больнице прошлись, вы меня сейчас не учите, пожалуйста, поучите бабуши варить. Мы по всей больнице прошлись, по всем коридорам. Так что нас гоняли из кабинета в кабинет, вот, сделать снимок надо было головы, там снимок ног и абсолютно всем делают рентген легких. С легкими у нас тоже все в порядке. Очереди на рентген не было, ни из больных, ни из здоровых, от слова совсем не было. Понимаете, вы меня вообще слышите или вы не хотите просто воспринимать эту правду? Что вас бесит? Вы хотите услышать, что больницы завалены больными? Но это же ложь, это будет ложь. Мне в Москве кричали, Вовченко, ты в больницу зайди. Вот, я реально, я клянусь, я не просила Даню падать с велосипеда, с верхотуры, чтобы поехать в больницу и втихаря вам поснимать ролики. Так произошло, это не хайп. Так получилось, что я веду прямой эфир утром, у меня обнуление, я бреюсь в эфире, еще не успела при этом, только машинку взяла. И мне с пляжа пишут в прямом эфире, кто со мной был утром, те знают, что это правда. И мне пишут уже, человек, да, с написали, Марина, там у Дани на пляже приключилось что-то, приключилось страшное. Вот, я даже не сохранила эфир, я быстро вышла и так-так-так-так-так-так к Дани. Вам правда не нравится? Я не пойму, вы тупые, что ли, или что? Меня вот честно подбешиваете уже. Сняла ролик вам, пустых коридоров. Мне надо было попросить кого-нибудь, чтобы они легли в коридорах, выйти на улицу. Ау, люди! Причем на территории больницы тоже никого нет. Ау, люди! На улице тепло, солнце светит, лето, ебическая сила. Какая больница? Приезжают только с травмами. Не туда. Здесь одна-единственная городская больница. Умные, блин. Да не нервничаю, ну просто я этот, ну охереваюсь с таких вот глупых людей. Вот глупых, просто глупые, как пробки. Вот ей-богу. Правду говоришь, снимаешь. Причем обстоятельства так сложились, что туда попало. Мне там нечего было ловить. Ну так получилось, понимаете? Извините, что ребенок у меня свалился с велосипеда. Извините, что разочаровал этих, кто свято верил. Реально, вирус, блядь, мозга в стране нашей. Вот вирус. Идите голосуйте вообще, а? Вот не надо сидеть в эфире всякую хрень мне писать. Идите голосуйте за изменения там в Конституции. За что хотите? Просто голосуйте идите. Займитесь делом в конце-то концов. А я буду голову брить, буду хернёй заниматься. В клубе тренировку только пропустила, понимаете? А у меня девчонки молодцы по записи сегодня тренировались. Ну да, вот видите, девушка попала с болью в животе и сказали ковид. Да с чем бы ты ни... Я вообще удивляюсь, что Дане ковид не поставили, несмотря на то, что он с травмой приехал. Я реально прям ждала тоже. Ну нет, там на самом деле врачи классные. Новороссийские в первой больнице бомбовские врачи. Такие позитивные, добрые, внимательные. Блин, супер. Больница чистенькая. Ну видно, что может ремонт недавно был, я не знаю. Хорошо оборудованная. На входе масочки выдают, пока сидела, обрабатывали при мне все ручки, несмотря на то, что больница пустая. Ходили, пшикали. Вообще прям аж Люба посмотреть была, если честно, на такую больницу. Это прям большой такой плюс. Вот так. Ну уже будет невесело, если честно. Вот. Да почему злая? Дедюк, это вы злая. Я эмоциональная сегодня, что? Вы знаете, у человека очень много чувства и эмоций. И он не должен сидеть, как дурачок с улыбкой. Девчонки, как дела? Как дела, девчонки? Вот я хочу в одной лице сейчас в ревом эфире. Хочу побриться. Взяла классную машинку и буду брить голову. Ну это что, нормально? Ну как бы, да, немножко на шизой попахивает. Разные эмоции. Если одну тему поднимаешь, я не могу о ней говорить в определенном психологическом состоянии, потому что это будет противоречить теме и моему состоянию. Ну как бы, да? Или я не права? Если я не права, вы можете написать там, меня поправить где-нибудь. Вот по поводу... Да, я полностью сейчас хочу брить все волосы. Вот эти вот, которые мне много-много лет пророчили, что я буду лысой, и у меня все волосы вообще выпадут и расти не будут. Вот эти вот, которые мои не выросли, я буду брить. Вот по поводу моего клуба. Я уже говорила утром, но эфир не сохранил, потому что я побежала на пляж, потом в больницу. Короче, вот эти мои приключения. Вот. Только единственное, в избирательный пункт не успела заскочить, между больницей, пляжем и эфиром. Вот поэтому у меня тут свое обнуление, у меня тут своя история. В честь такого прекрасного дня решила сделать вам подарок, и вход в мой клуб еще сутки будет по старой цене. Не 1400, а 1200 рублей, вот как здесь написано. Это годовая подписка, девчонки, мальчишки, годовая подписка на мой клуб. Чтобы стать резидентом, нужно написать сюда в WhatsApp одно слово «УЧАСТВУЮ». И я расскажу, как оплатить и зайти в клуб. Сегодня вы можете зайти за 1200. Каждый месяц цена растет. Вообще сегодня уже 1400, но так как вы говорите «я злая», хотя я очень даже добренькая сегодня, я за 1200 могу сделать вам вход. В клубе с вами работает 8 спикеров, 3 психолога. Это очень важно для вашего иммунитета, нервных. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за 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 субтитры Алексею Дубровскому! вот смотрите маринский адрес магазина обуви который постила во первых я на него подписано шус респект зайдите пожалуйста найдите а во вторых вы же часто просите меня где-то где это взять постельное белье она рина текстиль бомбическая сейчас еще хочу заказать на что удобно когда есть одеяло не надо под одеяльниками мучиться обувь духи а потом пишите в личку ой что-то у тебя вовченко рекламы стало много понимаете и меня вот такой дура выставляете сначала вовченко подскажи сейчас опять будут вовченко ты злая сегодня видите нафиг злая сами не бесите меня психология с ириной вторник психологии с тамерланом среда профайлинг сабиной пантус это что такое профайлинг я в двух словах скажу помните фильм обмани меня и там человек изучал жесты мимику вот собственно это то сабина она является экспертом в телепроекте ведущим в телепроекте на самом деле где она может по человеку без детектора уже понять врет он или не врет обманывает не обманывает что скрывает если скрывает в общем очень крутые эфиры ведет познавательные по четвергам психология со мной в этот четверг будет тема завтра будет тема самооценка как ее поднять вообще куда она делась наша самооценка потому что много супер сексе красоток самооценка ниже плинтуса и умные красавицы готовить то умеют и в сексе богини и спортсменки и работает самооценки ниже плинтуса и все зато бывают девчонки ну я до сих пор ее помню эту девушку на пляже сейчас дойду добрите до сих пор помню эту девушку на пляже зайдите посмотрите да сабину в клубе пустили вы чего у нее по средам сегодня будет эфир вот я видела девушку в где это было в египте на пляже все такие красотки спортивные и тут зашла она поймете есть все просто все а есть она она наверно килограмм 110 120 и где-то метр девяносто ростом как она шикарно зашла она себя несла понимаете она несла у нее был великолепный шлейф духов несмотря на то что мы загорались этом у этого как он у бассейна как много красивых аксессуаров которые ей безумно подходили яркий красный слитный купальник с какой-то накидкой такой тоже белый загорелое тело и она вот такого города осанка она девочки да на нее мужчина будет все говорите худеть худеет дрыщи там по 40 килограмм уже весят жопок нет ничего нет зато довольны в зеркале нравится одни кости смотреть и вот эта богиня зашла все мужики вот так просто на нее понимаете вот это называется самооценка у нее то что надо чувствуется что она богиня какой там лишний вес я вас умоляю я до сих пор помню об этой девушки так вот а бывают такие королевы во всех смыслах а самооценка и ко мне потом приходят на страницу и начинают как утром сегодня ой вовчинка постарела ой вовчинка пожирела у тебя голос как у старухи вот зайдешь на страницу вроде нормальная девка симпатичная чублин самооценкой почему как за счет за мой счет хочет ее поднять непонятно но мне это понятно поэтому четверг веду эфир по психологии самооценка по пятницам у нас сексологи с марией касты по субботам вокал и воскресенье в 12 дня и фирс адвокатом в три часа дня эфир с гинекологом в общем вот такой крутой у меня клуб самый лучший инста проект года я пуска века стоит 1200 рублей в год вы зайдете он работает с 1 марта по 1 марта когда вы зайдете вы все записи которые упустили увидите в клубе мы все эфиры сохраняем вот так что не переживайте потом доступа ставлю еще на долгое время и после 1 марта буду продавать вход без эфиров просто на записи думаю все сказала можно обнуляться до у меня почему-то сейчас так шо где моя где моя медитация бреем бреда прям создайте подождите это вот привет малый голова сейчас батарейка что ли сядет ядрит мадрит только не сейчас только не сейчас не садись не садись не садись батарейка все ушли мои волосья буду сейчас выравнивать загарчиком на пляже батарейка садится простите за мой французский вот такая стану и буду ходить как вам такая прическа как вам бородатая очень или вот еще хорошо будет позитив вот такая в троллейбус едешь так ахала главное чтобы батарейка моя не сила 5 умоляю а чё там сзади я вам говорю будет загарчик рево все там ради подровнять еще надо ли так оставить даже машинка не хочет мои волосы братья вы говорите лысо я останешься на всю жизнь и еще ниже прилепить а вы мне хулиганки нравится да когда у женщины все естественно натуральное а то вот это ходят не пойми чё короче с этим куском по ходу так и останусь надо этот на зарядку посты с меня летит как осенью листва так и дрит мадрид сша добриться то не могу короче ребят не хватает заряда на машинке кусками просто вот кусками солете давай брить господи и полетели я не знаю женщин которым жалко свои волосы если честно не понимаю хотя мне жалко а вот так тоже нормально девушка вас ус отклеился такая да но это так оставить надо обязательно чтоб меня лысо не называли нужен просто такой стайл идеально все сейчас чуть-чуть еще выровнять видели какая бомбовская машинка ну вот привет моего сильно то есть как скучала по тебе по такой шаг девчонки сейчас доровняю красота главная бровь не задеть и на улицу выравнивать загарчик отойдите я прям розовенькая какая-то виски у меня румяные а здесь и розовая еще подровнять чуть-чуть рейминг там машинка очень классно но но теперь я себя узнаю а тут это отрастила космы гляньте вы видали все сколько волос вот с этого ирокезе к дождались да но я тоже счастлива наконец такие побрылась то есть с этой мохнаткой на голове ходить уже надоело если честно реймингтон ребята реймингтон машинка вот название отскриньте и там отобразите потом да а теперь вообще супер мне прям голова дышит мне хорошо стала и чувствую как я похудела на грамм 300 200 на 200 грамм им похудела спасибо спасибо девчонки спасибо за то что были у меня в эфире мне теперь будет вас намного легче гонять на тренировках потому что мне теперь ничего не мешает я не буду теперь это так потеть как раньше да то сказка с косами потеешь потом с этой лохматкой потеешь приходилось этих делать хвостики непонятной ориентации спасибо все вас люблю целую пошла всех добавлять в клуб и думаю что увидимся с вами еще попозже когда выровню загар пока солнышко ярко светит надо прям голову вытащить на улицу в окно и ты загорает у меня абсолютно ровная форма головы поэтому я могу себе позволить доходить с такой стрижкой что ли с прической спасибо спасибо девчонки все хорошего вам дня я надеюсь что мой день будет сегодня прекрасен и немножечко спокойней чем утра у меня еще детей кстати вести на стрижку юрика подстричь надо колю подстричь и моя старшая дочка тоже попросила и обрезать ее роскошные длинные волосы мать ты все время себя срежешь а я почему должна ходить с волосами грика ну давай только не сильно вот мы с ней договорились немножко смотрите stories это обязательно покажу мы в 4 часа поедем в салон и где-то часов 5-6 будут stories и нет ей делать долго будут стрижку там есть фишки всякие вот и где-то часов 6-7 наблюдайте за stories я вам покажу что я сделали зачем бухать мне еще за руль садиться вообще-то да все люблю пока